здравствуйте уважаемые коллеги и зрители канала заметки электрика многие задаются вопросом а сработает ли уже при коротком замыкании но если с автоматом у нас все понятно в принципе это его основная функция защита от коротких замыканий и перегрузов в сети то сузо возникает много вопросов которые мне часто и задают в комментариях ну давайте этот вопрос сегодня подробно и разберем на повестке дня хоть узо и имеет другой функционал другое назначение в отличие от автомата то есть тем не менее при коротком замыкании она сработает но сработает не во всех случаях давайте разберемся вот у нас обычное узо от компании итан это у нас фаза это у нас 0 ну и по выходу то же самое фаза 0 так вот если короткое замыкание произойдет между на нагрузке между фазой и нулем то узо у нас не сработает если короткое замыкание у нас на нагрузке случится между фазой и землей ну то есть пе проводником то узо у нас сработает и третий вариант если у нас случится замыкание 0 на землю 0 на пе проводник но это уже будет читаться как бы не короткое замыкание а просто замыкание то узо у нас тоже сработает но есть нюанс в рассмотренных от видах замыкания узо сработает только в том случае если она будет механическим то есть электромеханическим если же узо будет электронным то не всегда она сработает при коротком замыкании особенно если у нас узо находится близко к точке замыкания напомню что для правильной работы электронного узо необходимо чтобы напряжение на его выводах было близко к номинальному то есть было составляла 220 вольт а вот в точке короткого замыкания все вы знаете что напряжение близко к нулю а соответственно чем ближе узо будет находиться к точке замыкания тем больше шансов что она не сработает вот допустим произошло у нас короткое замыкание между фазой и землей и где-то буквально не совсем далеко от щита и в этой точке у нас в точке замыкания у нас напряжение равно нулю и чем дальше о точке замыкания тем у нас будет как бы напряжение увеличиваться так вот если эта точка замыкания находится относительно недалеко щита то есть вероятность что электронный узо просто про игнорирует данное ну как бы отчаиваться не надо у нас для этого я еще раз повторю что есть специальные защитные устройства как автоматический выключатель это мы рассматриваем лишь дополнительные функцию дополнительные возможности узо если же в электронном узо произойдет замыкание между фазой и нулем аналогичным образом то также она она также как и электромеханического узо проигнорирует эту ситуацию потому что то входящий и выходящий из узо они будут равны так и если же у нас при электронном узо произойдет замыкание нуля на корпус соответственно она сработает потому что в этом случае короткого замыкания не будет и напряжение в сети у нас останется в норме то есть напряжение на выводах узо останется в норме и она это замыкание почувствует так что вот давайте теперь это все проверим на практике в общем через фазный полюс я буду пропускать ток величиной 200 ампер ну плюс-минус там как бы сымитируем возникновение короткого замыкания фазы вот фазы после узо на п е проводник то есть хорошее такое замыкание на корпус величиной 200 ампер и посмотрим как у нас отреагирует на эту ситуацию узо поехали итак смотрим об ну как видите узо у нас отключилась то есть сработала ток у нас составлял 200 205 ампер почти ну и время срабатывания заметьте 5 и 9 миллисекунд давайте еще разок об как видите узо у нас опять сработала то есть как бы среагировала на короткое замыкание и при этом в данном в этот раз у нас ток состоял 237 ампер время 16 и 2 миллисекунды 16 и 2 там было 5 9 да ну еще раз давайте то есть срабатывает достаточно быстро вот здесь 206 ампер и время 5 9 ну где-то от 6 до 16 миллисекунд хотел бы здесь вкратце пробежаться про принцип работы непосредственно самого узо давайте рассмотрим работу узо при нормальном состоянии электропроводки там состоянии сети нормальном состоянии электропроводки без всяких утечек рабочий ток обоих полюсов вот вот фаза у нас питающая фаза проходит через узо и обратно ток возвращается на ноль так вот этот рабочий ток обоих полюсов назовем его ток 1 фазного полюса и ток 2 это ток проходящий уже обратно через нулевой полюс в нормальном состоянии электропроводке без различных утечек рабочий ток и 1 протекающих фазном про полюсе равен рабочему току едва протекающему в обратном направлении в нулевом полюсе узо то есть эти токи протекает встреч на параллельно друг другу и наводят во вторичной обмотке трансформатора тока соответствующие магнитные потоки f1 и f2 одинаковой величины ну естественно потому что токи то одинаковы эти магнитные потоки в итоге компенсируют друг друга в этот момент реле у нас не срабатывает так как ток вторичной обмотки трансформатора тока внутри узо близко к нулю то есть там прям не чистый 0 а близко к нулю практически 0 но соответственно при утечке в данном случае у нас даже не совсем прям утечка прям короткое замыкание фазы на п е проводник на землю в этом случае у нас нарушается величина токов проходящих через трансформатор тока то есть рабочий ток фазного полюса не равен рабочему току нулевого полюса то есть и 1 не равно и 2 почему не равно потому что вот он вот приходит фаза питания проходит через полюс и у и замыкается на корпус и обратный ток уже корпус у нас соответственно соединен соединен с заземлением заземляющим устройством и обратный ток весь уходит через землю а значит во вторичной цепи трансформатора тока узо появится ток небаланса которого будет достаточно для срабатывания его реле может так сказать внутреннего реле это внутреннее реле и приводит в работу пружинный механизм и соответственно происходит дальнейшее отключение узо дальнейшее его срабатывание вот принципе и все что у нас сейчас и происходит у нас ток через фазный полюс равен 200 ампер а через нулевой полюс равен 0 ампер и и соответственно происходит срабатывание узо ну а величина этого самого тока утечки она и указывается на самом непосредственно корпусе в данном случае это у нас 30 миллиампер а по факту он этим это уже уже срабатывает при возникновении утечки в 15 миллиампер то есть от 15 миллиампер и выше вы можете посмотреть у меня на канале видео где я данные узо и да и не только это узо проверял как по токам срабатывания так и по времени срабатывания срабатывания поэтому переходите по ссылочкам я их оставлю в описании под видео или в конечных заставках и знакомьтесь абсолютно то же самое произойдет при замыкании нуля на корпус но только конечно же там в реальности таких токов больших не будет но тем не менее будет узо отреагирует но сейчас ради эксперимента я также пропущу через нулевой полюс 200 ампер и вы вы увидите что узо сработает поехали об 206 ампер время 5 и 9 миллисекунд еще раз давайте узо у нас срабатывает время 205 9 миллисекунд и ток 206 ампер ну и у нас третья ситуация когда замыкание происходит между фазой и нулем то есть когда у нас токи будут здесь равны то есть ток входящий в узо равен току выходящего из него вот посмотрите как поведет себя узо в этой ситуации не сработало вот я сейчас поднимаю ток 200 ампер 200 ампер включая то есть узо у нас никак не реагирует что нам и требовалось доказать так ну и давайте проведем аналогичный эксперимент с электронным узо а электронное узо мы возьмем наш шнайдер электрик изи 9 в этом же видеоролике про которые я говорил чуть выше про токи срабатывания и время срабатывания узо я вам показывал что данное узо является электронным хотя все надписи на корпусе указывают на то что она якобы считается электромеханическим так что вот смотрите это у нас фаза это ноль пропускаем ток через один полюс электронного узо и так поехали включаю 230 ампер ничего не произошло еще раз ничего не происходит вот смотрите ничего вот останавливая секундомер поехали видите тишина а тишина почему а потому что у нас здесь на выводах отсутствует напряжение питания без напряжения питания какая бы утечка какого бы вида не было у данного узо у электронного узо она никак не будет реагировать а как я говорил в самом начале что такая ситуация может быть если короткое замыкание случится относительно близко к щиту то есть где установлена будет электронную узо так что вот смотрите это еще один повод приобретать именно электромеханические узо они электронные хотя эта тема отдельного разговора на которую можно достаточно много и долго общаться ну и поменял полюса то есть сейчас 200 ампер пропустим через нулевой полюс поехали ну как видите ничего не происходит надеюсь я наглядно ответил на ваш вопрос о том что срабатывает узо при коротком замыкании или нет и в каких случаях собственно на этом все вот такое небольшое видео кому оно понравилось обязательно ставьте лайки обязательно подписывайтесь на канал впереди будет еще много всего интересного также не забывайте подписываться на мой инстаграм-канал там я публикую небольшие фрагменты из своих будней различные интересные ролики по делаю публикации также выкладываю информацию в stories и небольшие зарисовки сюжеты из моих будней также подписывайтесь на наш чат в телеграме всем спасибо за внимание с вами как всегда был дмитрий автор канала заметки электрика до новых встреч